Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Шарапова Вячеслав Вячеславович. Вячеслав Вячеславович, добрый вечер. Добрый вечер. Вячеслав Вячеславович, прошу, я просто напомню нашим слушателям, наш товарищ из Минска, и поэтому сегодня будем говорить о том, что же у нас происходит в Беларуси. И вообще, первый вопрос, который мне хотелось бы задать, или вы Владимиру Владимировичу, Владимиру Викторовичу, зададите. Извините, я оговорился, Владимир Владимирович сейчас назвал, но это не страшно. Хорошая оговорка, да. Я думаю, что вопрос, который интересует всех, я могу его озвучить. Мы все читали и о том, что президент Беларуси не очень давно заявил о том, что он вот 22 апреля, если мне память не изменяет, скажет что-то такое важное, что более важное за последние 25 лет он не говорил. А сказать не сказал. И мы все в недоумении. А что у вас по этому поводу в Беларуси говорят? Александр Георгиевич Лукашенко сказал, что он предусмотрел те действия, которые могут произойти в случае государственного переворота, либо покушения на него, то есть передача полномочий премьер-министру и Совету безопасности. Но я, честно говоря, ожидал немножко другой новости по этому поводу. Тем более, что 22 апреля, думаю, будет какое-то политическое решение по поводу нашего стратегического направления наших действий как страны. Дело в том, что такая процедура, очевидно, как передача власти в случае какого-то форс-мажора, который, не дай бог, происходит с лидером государства, очевидно, предусматривает какие-то механизмы передачи власти, либо перераспределенные полномочия, либо реакции на этот форс-мажор, который произошел. Поэтому я в этом, как бы, такой особой новости не увидел. Не знаю, может быть, он собирался что-то сказать другое, но по какой-то причине не сказал. Вот для меня лично это большой вопрос. Может быть, он собирался сказать о том, что он подпишет указ о проведении референдума в Беларуси о вхождении в состав в России? Ну, остается только догадываться. Это создает дополнительную интригу. Но, конечно, то, что какие-то все-таки более активные действия по нашей интеграции нужно производить, это совершенно не вызывает никакого сомнения у тех, кто обладает более-менее или маломальски здравым умом. В той ситуации, которую мы наблюдаем сегодня и на нашем внешнем контуре, и с учетом тех проблем, которые мы испытываем, в общем, наверное, пришло время для таких действий. Вячеслав, у меня вот какой вопрос. Вот ты автор ведущей программы на «Голос России». У тебя круг общения, ну, я думаю, очень, как у любого журналиста, очень-очень большой. Вот твое личное мнение. Если завтра в Беларуси проведут референдум о вхождении или не вхождении в состав России, Беларуси, ну, субъектом федерации, как думаешь, как проголосует белорусский народ? Эти цифры озвучил сам Александр Григорьевич Лукашенко на Всеполорусском народном собрании, и там фигурировала цифра порядка 70% будут за. Я думаю, что где-то так и есть, потому что та молодежь, скажем, которая еще до сих пор находится в таком воцепенении и в очаровании западной культуры и западной цивилизации, мы, наверное, ее не будем брать во внимание, потому что все-таки это, ну, молодые люди, которым еще предстоит убедиться во многих вещах. Я думаю, что вот именно тот продуктивный слой населения, который производит какие-то ценности, работает, который занят повседневными делами и, так сказать, понимает всю практическую ценность нашего единения с Россией, это понимает прекрасно. Но 70% это те, которые за, осталось 30%, а в 30% там должны быть против и воздержавшиеся. А сколько будет против из 30%? Я думаю, что процентов 25, ну, может быть, приближаться к 30, потому что в данном случае занимать позицию «воздержался» было бы странным. «Воздержался» – это что значит? Ты совсем не интересуешься политикой, ты не интересуешься экономикой, тебе все равно как будет жить твоя страна. Ну, понятно, что могут быть две позиции, там, либо восток, либо запад, два вектора для выбора. Но поскольку все-таки Беларусь является, ну, региональной державой, ей все равно нужно кому-то, скажем так, прильнуть, в хорошем смысле этого слова. И весь вопрос в том, к кому прильнуть, в Западу, где нас никто не ждет, ни нашу продукцию, ни наши товары. Вот. Может быть, только ждут наши специалисты. Не-не-не-не, ваши продукции, ваши товары, особенно продовольствия, только в Россию. Пошла Европа нафиг. В том-то и дело. В том-то и дело. Там уже все давно поделено, переделено. Рынок там весь понятен. Нас там никто не ждет. Поэтому совершенно очевидно, что Россия, да. Вон в Москве только, сколько в одной Москве магазинов написано «белорусские продукты». И там всегда люди. И я всегда туда захожу. Владимир видел своими глазами. Я всю Россию объехал и пролетел почти во всех городах России был. Видел, сколько много белорусских товаров продается в городах. Александр Горонович, можно я тебе задам вопрос? Да. А как ты думаешь, что это твое личное мнение? Если в России провести референдум, так, товарищи, мы принимаем белорусов в состав России или нет, сколько в процентном отношении проголосуют «за»? Ну, я думаю, 99. Меня на самом деле в данном случае другой вопрос несколько волнует. Вот я себя представил вместе лидера Польши. Ну, я представляю себя вместе. Лидера Польши, лидера Литвы или лидера мощного такого государства самостоятельного, как Украина или Чехия. И мне не нравится слова Вячеслава Вячеславовича. Он говорит, никто там не ждет. Мы вас все ждем. Польша очень любит Белоруссию. А Чехия – это как любит Белоруссию. А уж при Балтике – это как любит Белоруссию. И мы все говорим только, давайте, давайте к нам, в сообщество друзей, товарищей, соратников, все на равных, все в едином порыве за демократизацию, за установление демократических норм, прав человека, однополые браки. В Минске проведем гей-парад. Ну, разве это не перспектива? Александр Городович, а я вот себя, а я сейчас, пока ты представлял себя президентом Польши, Чехии и прибалтийских этих тигров, я представил себя президентом России. И я когда бы вот такое недоумение президентов, вот перечисленных кого-то себе представлял, бы услышал вот то, что они говорят, я бы сразу сказал, ребята, идите в задницу. Ну, это не дипломатично очень, Владимир Владимирович. А я опять вас, Владимир Владимирович, называю. Я вот как-то уже привык, извините, Владимир Викторович, но думаю, это оговорка по Фрейду. Вячеслав Вячеславович, давайте смотреть в глаза. Будущее, конечно же, за демократическим Западом, за его демократическими институтами. А уровень жизни, вы посмотрите, как хорошо живут в Прибалтике, как высокие пенсии, высокие зарплаты. Прекрасно заросшие поля, конечно. Всеобщая занятость, молодежь вся при деле. Разве Беларусь не хочет этого? Да, лоукосты летают регулярно с сантехниками в Западную Европу. Да, я говорю, еще раз повторюсь, что поля тоже зарастут. Будут шикарные полигоны, плацдармы для военных НАТО, например. Абрамсы могут приехать. Я вот хотел бы только немножко разделить здесь. Дело в том, что войти в состав России и быть в союзном государстве, это все-таки немножко разные вещи. Потому что данный вопрос, то, что прописано в Конституции Беларуси, что она является суверенным государством, мы там сейчас оставляем за скобками, как это все обстоит, как это выглядит. Но пока ведь речь идет о союзе. Правильно? Есть дорожные карты, которые нужно еще закончить, подписывать. Есть союзное государство. Правда, пока это в большей степени, конечно, такой набор документов, которые должны были бы реализоваться. Но, тем не менее, есть и определенные достижения в плане там... Нет, Вячеслав, вот смотри. Да, если говорить, чего больше, успехов или вопросов, пока, конечно, больше вопросов. Вот смотри, нельзя быть чуть-чуть беременной. Или ты беременна, или ты нет. Точно так же. Здесь вопрос принципиальный. Что строим? Федерацию или конфедерацию? Все, ну нету третьего ничего. Или вот то, что сейчас каждый сам по себе. Строить нужно федерацию, однозначно. Ну, я думаю, там у нас достаточно и у вас, и у нас политиков, которые за все это получают заработную плату. Вот пусть они и думают. Наше мнение, вон, мы и высказали. Мы с Александром Гарунчим 99%, а мы за вхождение, за любовь и дружбу. Я тоже за любовь и дружбу. А если я сейчас наговорю себе на какую-нибудь статью о том, что я покушаюсь на суверенитет страны, в которой живу и работаю, несмотря на то, что, в общем-то, являюсь я сотрудником Российского федерального агентства. Но, тем не менее, тоже я должен высказываться именно в рамках того, что принято на этой территории. Вот я и так и делаю. А уж какой подтекст и контекст в моих словах, ну, тут каждый пусть решает для себя сам. Я могу сказать, что, конечно же, геополитические задачи решаются мощным монолитным сплочением сил, которые тяготеют друг к другу, которые заняты решением одних и тех же задач. Я понимаю, что только в результате синергии реализуются крупные планы и крупные стратегические проекты. Поэтому нужно идти к этому. Нас к этому подтолкнет жизнь. И, как распространенное есть такое выражение, да, обстоятельства непреодолимой силы, внешние обстоятельства непреодолимой силы, скорее всего. Они, тучи-то эти, сгущаются каждым. У нас позавчера на канале «Школы здравосмысла» появилось видео со Светланой Драган. Так она намекнула... Я к тому, что Небесная канцелярия уже знает, когда Белоруссия войдет в состав России или не войдет. Ну, думаю, она войдет. Потому что астрологи, вот, к примеру, Светлана Драган, она намекнула даже так, что в 22-м году звезды что-то там намекают, что у нас, у России, я имею в виду, может быть, даже очень какой-то новый союз с Украиной. Ну, что если с Украиной Небесная канцелярия что-то там показывает ведущим астрологам, ну, думаю, с Белоруссией там все пояснее. Ну, дай бог, чтобы Небесная канцелярия не ошибалась. Пока события развиваются таким образом, что, может быть, еще рано говорить о каком-то таком крупном позитиве. Его хочется, конечно, но его хочется не только о нем мечтать, но его и констатировать. Ну, нас, вот смотри, вот нас, вот нас троих, как это касается? Вот смотри, я же могу просто сесть на машину в Москве и просто поехать. И я даже границу подозреваю, что не замечу между Россией и Украиной. Ой, в Белоруссии проехал. Опять оговорка. Да. Но только справочку нужно иметь, как называется, ПСР, да, по поводу антител, заболевания. Да. Не так просто все. Я вот тоже на днях планирую посетить Санкт-Петербург. Вот мне нужно, кроме авиабилета, еще иметь и справку медицинскую соответствующую. А как в целом спадает градус напряженности в Белоруссии по сравнению с тем, что было там во второй половине 20-го года? Политической напряженности? Ну да, но в стране оно же чувствуется. Дело в том, что многие из тех, кто принимал участие в протестах, либо их пассивно поддерживал в течение зимы, посидев в теплых минских квартирах и в теплых квартирах других городов Белоруссии, подумали немножко. Ага, а что же мы получим в результате вот этого вот переворота, который мы пытались затеять? Понятно, что к действующей власти много вопросов. Понятно. Но та сторона, которая пыталась это все осуществить под красно-белыми флагами, она ведь ничего позитивного, по сути, не предлагала. У нее проекта никакого не было. У нее был тот самый набор вот этих вот отмычек либеральных, которыми пользовались, собственно, и на Украине. А поскольку белорусы, они умеют как бы делать выводы из уроков своих соседей, наверное, это как раз и произошло. Поэтому протестов как таковых я просто их не наблюдаю. Может быть, кто-то протестует на кухне, еще кто-то остался очарованным вот этими всеми белокрасно-белыми идеями, которые, собственно, и не идеи того. Отмычки, повторю. Но обстановка успокоилась. Это самое главное. Как-то все работает. Я не знаю, насколько экономически мы сегодня успешны. Понятно, что и коронавирус, и все эти события, да и общая мировая экономическая обстановка наложила свой определенный отпечаток на ситуацию. Но пока машины ездят, дома строятся, процесс идет. Ну, наверное, сейчас уже скоро посевной займетесь. Знаешь, главное, чтобы только снег перестал идти, можно заняться. Вот сейчас я сижу в окошко, да, и наблюдаю, что в Минске вот просто реально идет снег на улице. И небесная канцелярия тут в данном случае как-то не способствует пока активной посевной. Там Калининград показали сегодня, такого вообще там вроде замело снегом. То есть в этом году как-то погода экспериментирует над нами. А вы заметили, кстати... В природе нет плохой погоды, Вячеслав Вячеславович. Я понимаю. Но есть тенденции. Кстати, последние, я не знаю, наверное, лет пять или шесть наблюдается несколько затяжная холодная весна. Но почему-то всегда теплая осень. Может, нам пора перейти на старый стиль в календаре? Может, он правильнее был все-таки? Ах, предки были мудрые. Ах, какие они были мудрые и дальновидные. Вот. У них все было правильно. Как готовимся к Пасхе? Ну, готовимся к Пасхе. В общем, нельзя сказать, что мы очень уж так усердно соблюдаем Великий пост. Потому что для этого надо быть человеком полностью воцерковленным. Ходить к исповеди, к причастию. Но каким-то образом все-таки пытаемся себя слегка ограничивать. Хотя бы в мыслях. Вот дома, например, я сказал, давайте хотя бы ругаться. Не будем между собой. И это уже будет хорошо. Ну, Пасха придет. Пасха придет. Будем надеяться, что и благодатный огонь с ней зайдет, как всегда. Пощадит нас Господь в очередной раз. Я вообще думаю, что наша, конечно, большая наша задача пересмотреть все каждому из нас в самом себе. Потому что, в конце концов, успешное общество и успешные какие-то политические устройства, их корни таятся в душе человека. Человека воспитанного, благородного, информированного, культурного, разносторонне одаренного. И в его семье. Когда там все нормально, в душе человека, когда нормально и в политике. Ну, так опять же, ты говоришь, пересмотреть себе, да, представь, пересмотрели. А цифры получим те же самые. 70 на 30. 70 пересмотрели, да, изменились. А 30 остались прежними. И что мы со злодеями будем делать? Владимир Викторович, да пускай хотя бы 30% пересмотрят. Не тех, которые против, да, а хотя бы даже те, которые за. У нас грехов-то у нас хватает немеренно. Процесс. Это все процесс. Результата, конечно, никогда не будет. Но хотя бы процесс запустить. Вот это понимание. Наверное, очень важно сегодня как-то и к религии свое отношение. Не просто, скажем, к ее классическому воплощению, да, изменить. А мы же все люди информированы. Мы же люди образованные. Мы же телевизор смотрим иногда. Ну, нужно понять, что не Бог в виде библейских там сказаний. Вернее, не в виде сказаний библейских живет Бог. А в каком-то, очевидно, научной плоскости. Его надо рассматривать сегодня в более сложном воплощении. Как-то объяснять себе эти механизмы. Не с точки зрения этих притч, а с точки зрения действительно реальных вещей, которые происходят. Сколько уж раз мы можем убедиться и на своем опыте собственном, и на чужом, что есть механизмы и воздаяния, что есть механизмы награждения человека за его праведную жизнь. Пускай даже не праведную, а хотя бы чуть-чуть маломальски осуществить. Вот в дни Великого Поста как-то и думается об этом. Ну, если взять и посмотреть, к примеру, там на Новый Завет, это что такое? Это, грубо говоря, инструкция по технике безопасности. Если сунешь в розетку пальца, тебя ударит током. Там все то же самое написано, только ничего не меняется. И в розетку все суем, 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 суем пальцы, и током все бьет, и бьет, и бьет. Да, и мы уж как только не пытались это переосмыслить. И моральный кодекс строителя коммунизма, кстати, на этом основывает. На всем этом деле. И как-то не помогает. Несовершенен человек по своей природе. Поврежден, к сожалению. Ну, я думаю, тут и след, конечно, и наш коммунистический период, он оставил определенный в каждом, ну, по крайней мере, старшему поколению. Если взять, к примеру, там манифест коммунистической партии, который Карл Масс написал, то у него там главный враг, он не один, частная собственность. Там было четыре врага, которых Маркс обозначил. Это семья, религия, частная собственность, и что самое интересное, патриотизм. Вот четверка врагов, кого Карл Маркс обозначил в своем манифесте. Потому что его все изучали, и, наверное, что-то в голове осталось. Да, чуть троцкизм у нас не привел с этими историями. Как хорошо, что, я точно знаю, не очень хорошо изучали. Потому что главное было красиво написать конспекты, как сейчас помню, желательно разноцветными ручками, чтобы заглавие было одним цветом, там под заглавок другим цветом. И когда приходила комиссия, ну, в армии, в всяком случае, они сразу сказали, как оформлен конспект. В суть никто не уникал. Поля правили отчерчены. Поэтому и Маркс никто не читал так, по большому счету. Ну, не знаю. Дело в том, что пока еще ни одно учение нас к такому, к идеальному порядку не привело. Мы все время что-нибудь портим. Все время что-то пытаемся улучшить, но получается немножко хуже. Ну, вот, не знаю. Придет ли такое какое-нибудь гибридное учение? Гибридное, либо еще, как его можно сказать, интегральное учение, которое научило бы нас вот как-то... Оно есть уже, Вячеслав Вячеславович. Хочу вас обрадовать. Давайте озвучим, Александр Гарунович, что это за учение. В школе здравого смысла оно уже присутствует. Благую вестницу всем существом. В школе здравого смысла оно есть. И как бы я здесь не ерничал, вроде бы и не улыбался. Но это на самом деле так. Потому что мы несем в мир любовь, созидание, совесть, справедливость. Вот все то, на чем мы хотели бы, чтобы новый мир как-то и стоял. И без всяких там дополнительных цикличей. А те, кто не согласен, того вот Всевышний как-то там, значит, пожурит. Ну, или накажет. Но это вот Владимир Викторович знает. У него богословское образование. Поэтому он лучше знает. Арсен Гарунович, у нас осталось время поблагодарить Вячеслава, что он выбрал время. Вячеслав, спасибо огромное. Низкий поклон белорусской земле. Спасибо вам. Всегда с большим удовольствием. С наступающим праздником вас, ваших близких и всех наших слушателей из Белоруссии. Мы знаем, что это на самом деле большой праздник. Во-первых, 2 мая, через неделю будет еще такой же великий праздник, тоже связанный с большой жертвой, скажем так, с жизнью после смерти. Это праздник победы. И вот с этим праздником вас тоже поздравляю. Всех благ, всего самого доброго, всего самого лучшего. Я хочу пожелать всем, кто нас слышит, изучайте труды Школы Здравого Смысла. Потому что жизнь – это тоже школа. И все то, что вы там найдете, будет очень согласовываться с вашими устремлениями, целями и желаниями. Спасибо. Спасибо. Спасибо.